Донецкий национальный технический университет – крупнейший технический вуз Донбасса. За почти вековую историю в его стенах получили высшее инженерное образование более 230 тысяч специалистов для самых различных отраслей промышленности. Дон-НТУ имеет множество регалий, титулов, званий, достижений и наград. Но все же основная миссия вуза – это подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентно способных на современном рынке труда. Наш университет в настоящее время готовит высококвалифицированных специалистов по 34 направлениям подготовки магистратуры на 10 факультетах. Кроме этого, работает факультет заочный, факультет немецкий технический и французский технический факультеты. Наши специалисты востребованы на предприятиях Донбасса. И самое главное, что мы именно ориентируемся на всю специфику отраслей предприятий Донбасса. Дипломы нашего университета признаются не только в ДНР, но и в Российской Федерации. Донецкий национальный технический университет традиционно готовит инженерные кадры для основных отраслей промышленности Донбасса – горнодобывающей, металлургии, машиностроения. Горный институт, как структурное подразделение университета, включает в себя три факультета, которые готовят специалистов, начиная от разведки полезных ископаемых, строительства и эксплуатации горных предприятий, до обогащения полезных ископаемых, их реализации и использования. Уникальная лабораторная база Горного института позволяет готовить инженерные кадры самого высокого профиля. Так, специалисты по разработке и эксплуатации подземных горных выработок, так называемые подземщики, особенно востребованы на предприятиях горнодобывающего комплекса Российской Федерации, поскольку профильные российские вузы готовят в основном наземщиков. Горный институт Донецкого национального технического университета тесно и успешно долгие годы сотрудничает с российскими вузами. Договора о сотрудничестве были заключены еще с 2004 года, первые договора, и вот сейчас уже перезаглючены в новом формате обновленные договора с этими же вузами. Кроме этого, в институте ведется активная научная работа среди студентов. Воспитанники Донецкой политехники регулярно участвуют в различных научных форумах российских вузов-партнеров. Регулярно в этот вуз мы возим на форум-конкурс молодых ученых ребят. Вот и в этом году делегация из девяти студентов готовится для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Трудно назвать хотя бы одно горное предприятие Донбасса, где бы не работали выпускники Донецкой политехники. Сейчас они особенно востребованы для восстановления горной промышленности нашей молодой республики. В инженерных кадрах не меньше нуждается предприятие таких традиционных для Донбасса отраслей, как машиностроение и металлургия. Факультет инженерной механики и машиностроения берет свое начало вместе с Донецким горным техникумом в далеком 1921 году. За почти вековую историю факультет превратился в мощную научную и учебную школу. На базе факультета созданы лаборатории с уникальным оборудованием, некоторые не имеют аналогов на постсоветском пространстве. На базе факультета работают научно-исследовательские центры. Факультет и его кафедры являются организаторами многих научных форумов. Это один из крупнейших факультетов университета, готовит самых разнопрофильных специалистов в области машиностроения. Мои родители закончили этот вуз, и я продолжаю династию своих родителей. Я знаю, что по окончанию вуза моя специальность будет востребована, и я буду работать на благо нашего края. Специалистов для металлургической промышленности готовит физико-металлургический факультет, основанный в 1924 году. За период своего существования для предприятий и организаций металлургической отрасли подготовлено свыше 10 тысяч специалистов. Учебный процесс ведут доктора и кандидаты технических наук, среди них лауреату государственных премий. Факультет успешно сотрудничает с предприятиями стран ближнего зарубежья, выполняя по их заказам научные исследования, привлекая к этой работе студентов. В настоящее время лаборатории факультета выполняют заказы для предприятий нашей молодой республики. Несомненно, война внесла свои негативные коррективы в работу университета. Но, несмотря ни на что, мы сохранили университет. Сейчас в штатном режиме работают все кафедры, все факультеты, все структурные подразделения, все лаборатории. Современная лабораторная база создана на электротехническом факультете, который является базовым для немецкого технического. В нашем следующем выпуске мы познакомим вас с работой этого факультета, со специальностями и основными направлениями подготовки. Мы вполне осознаем нашу главную миссию – это подготовку высококвалифицированных специалистов для отраслей, прежде всего, Донбасса. И то, что университет является стратегическим объектом для Донбасса, мы также это понимаем. Потому что, если будут подготовлены специалисты для наших заводов, шахт, фабрик, значит, будущее у Донбасса гарантировано. В Донецком национальном техническом университете традиционно большое внимание уделяется физическому воспитанию студентов. Спортивная база университета – это и легкоатлетический манеж, и плавательный бассейн, залы акробатики, борцовские залы и игровые поля. В конце прошлого года кафедра физического воспитания и спорта ДонНТУ отметила 80-летний юбилей. За эти годы немало воспитанников Донецкой политехники стали выдающимися спортсменами, защищая честь родного вуза на различных спортивных аренах. На сегодняшний день основная спортивная площадка ДонНТУ – это легкоатлетический манеж, где в различных секциях занимается около тысячи студентов. Фехтование и стрельба из лука, скалолазание и акробатика, легкая атлетика и различные виды борьбы – всего около 30 видов спорта, которые культивируются в Донецком национальном техническом университете. Особой популярностью среди студентов пользуются игровые виды – традиционные, такие как футбол, волейбол, баскетбол, и менее традиционные, такие как американский футбол. Университетская команда по этому виду спорта была неоднократным чемпионом Украины, призером европейских турниров, продолжают ребята тренироваться и сейчас. Не меньшей популярностью среди студентов пользуются и бойцовские виды спорта – самбо и дзюдо, карате и бокс, тайландский бокс и грэплинг. Соревнования по этим видам спорта регулярно проводятся на базе Донецкого национального технического университета. Кроме того, созданы и успешно работают студенческие спортивные клубы. На базе кафедры физического воспитания и спорта нашего университета существует также спортивный клуб, членами которого являются клубы различных видов спорта. Поэтому возможность посещать тренировки имеется не только у наших студентов и преподавателей, а также у сторонних людей, которые просто любят спорт, могут приходить после учебного времени и заниматься видами спорта по выбору. Преподаватели кафедры – это сплочённый коллектив настоящих патриотов Донбасса, патриотов родного вуза, выдающиеся спортсмены в прошлом, наставники, тренеры, педагоги в настоящем. И это даёт свои результаты. Наметилась положительная тенденция, что молодёжь проводит своё свободное время не в кафе на улице, а в спортивных сооружениях. Я считаю, это очень хорошо для подрастающего поколения нашей молодой республики. Поэтому приглашаем всех желающих. Двери наших манежа и остальных спортивных баз нашего университета открыты для всех желающих. Приходите. В довоенной жизни кафедра физического воспитания Дон-НТУ становилась организатором, а спортивная база Донецкой политехники – местом проведения соревнований и турниров самого различного уровня. Несомненно, война на Донбассе внесла свои негативные коррективы. Но, несмотря на это, спортивная жизнь Донецкой политехники продолжается. Серия спортивных турниров состоялась в прошлом 2015 году. В январе 2016 прошли соревнования по тайландскому боксу и грэплингу. В конце февраля плавательный бассейн стал местом проведения детско-юношеских соревнований. А 27-28 февраля спортивный манеж Дон-НТУ принимал участников первого чемпионата Донецкой народной республики по стрельбе из лука. О том, как проходили эти соревнования и о работе спортивного клуба Дон-НТУ и секции по стрельбе из лука смотрите в нашем следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова